МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Антон Петрович. Сегодня пятница, 23 апреля. Вот о чем мы поговорим этим вечером с вами и с нашими экспертами. Говорят, это обычное дело. Названа причина массового замора лягушек в поселке Кукан. Все сдвинулось с мертвой точки. Власти решили, где будут строить новые дома для жителей бараков, когда начнется переселение. Самая обсуждаемая тема – послание президента федеральному собранию, чего в нем больше и кого это касается. Участки открылись. Начались до выбора в Краевую думу по Советскогаванскому округу. Первые итоги знаково для региона голосование. Угроза существует. Эксперты прогнозируют третью волну коронавируса. Ее может спровоцировать отказ от вакцинации. Может вас переселить? Жителям поселка Шумный предложили подумать над переездом брошенной деревни в расследовании Виталины Кондрахиной. Прокати меня, Ваня, на электросамокате. Незнакомое слово «каршеринг» теперь в ходу у хабаровчан. Спрос пока превышает предложение. Мы снова в топе. Ледоход на Амуре прославил Хабаровск на всю страну. Кто возместит ущерб от свалившейся славы? А начнем с самых ярких кадров этой недели. Поначалу, когда смотришь это видео, возникает полное ощущение дорогой голливудской съемки. Я говорю о глыбах льда, которые в четверг днем завалили набережную под утесом в Хабаровске. Коричневое нечто, на мой взгляд, даже не похоже на льдины. У меня возникло ощущение, что в наш мир прорвалось некое потустороннее существо из фильмов типа «Охотники на привидения» или «Марвеловской киновселенной супергероев». Но это лед. Благодаря или из-за этого видео мы снова в топе поисковиков. О нас снова знают по всей стране, а может быть и дальше. Меньше чем за сутки ледоход в Хабаровске оброс подробностями и комментариями, но об этом расскажу в конце программы. Ну а сейчас о другом событии, которое было в топе Яндекса неделей ранее. 13 апреля в поселке Кукан местные жители обнаружили сотни, если не тысячи мертвых лягушек. Их вынесло на берег водоема, который находится внутри населенного пункта. По мнению авторов видео, причина была одна – отравление. Тем более, что на месте замора были обнаружены характерные масляные пятна. На место происшествия практически сразу выехали экологи и специалисты Министерства природы Хабаровского края. Эксперты взяли анализы воды и отправили их в лабораторию. Пробы исследовали по нескольким параметрам. Конечно, на наличие нефтесодержащих примесей, сульфидов и прочего-прочего. Выводы экспертов были озвучены на этой неделе. Причиной гибели стал природный замор. А вот в чем его причина? Ну, вот что по этому поводу говорит руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров. По данным, которые предоставила лаборатория, превышения концентрации опасных веществ обнаружено не было. Специалисты, которые проводили осмотр, также пришли к выводу, что вероятнее всего причиной массовой гибели земноводных стала бесснежная зима и, соответственно, промерзание очень глубокое водоемов. Также наряду с кислородным голоданием массовая гибель лягушек и произошла. К сожалению, явление это нередкое у нас. Еще одна громкая история на этой неделе подошла к своему промежуточному финишу. Прокуратура назвала причины схода вагонов с нефтепродуктами на перегоне Форель-Дальневосточный. Это в Амурском районе Хабаровского края. Напомню, в ночь на 6 марта 17 вагонов слетели с железнодорожного полотна. В итоге были повреждены 338 метров пути, 12 вагонов сильно деформированы. Движение поездов было остановлено на 14 часов 49 минут. Но самое главное, что часть нефтепродуктов вылилась на землю. По официальным данным, площадь загрязнения составила 496 квадратных метров. Ну, надо отдать должность железнодорожникам и экстренным службам. Ликвидация разлива шла всеми возможными методами и силами. Ну, вот теперь, что касается виновных. Вот что говорится в официальном сообщении прокуратуры. Вскрыты факты несоблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при текущем содержании верхнего строения пути. Вскрыты факты некачественной приемки вагонов и в состав поезда ошибки работников локомотивной бригады. Сумма ущерба еще уточняется. В отношении трех должностных лиц возбуждены административные дела. Ну, а следующая деталь касается проблемы, которая на этой неделе только начала путь к своему логическому завершению. Определены места под строительство новых домов в рамках программы переселения из аварийного фонда. В Хабаровске новостройки для жителей бараков будут возводить на улице Аэродромной. Работы начнутся в этом году. Строительство будет идти в рамках федеральной программы, которая рассчитана до 2025 года. Но на этой неделе было заявлено, что наш регион готов реализовать ее уже до конца 2022 года и переселить из бараков почти 4000 человек. В программу попали дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Это порядка 63 тысяч квадратных метров. Половину из них заменят квадратами в новостройках. Также людям будут предлагать жилье во вторичном фонде. Еще один вариант – так называемая выкупная стоимость, но это касается владельцев приватизированных квартир. Помимо Хабаровска определен район застройки и в Советской гавани. Тему расселения бараков не мог пропустить наш обозреватель Олег Крючок. Вот его субъективный взгляд на эту и другие детали уходящей недели. На этой неделе новость номер один для меня лично про то, что похоже нашему городскому позорищу приходит конец. Под городским позорищем я понимаю огромное количество бараков на проспекте 60-летия октября. Долго очень крутились вокруг этой проблемы. Долго очень рассказывали друг другу о том, как это сложно, как это тяжело и как это практически невозможно. Долго ведомства перекидывали друг на друга ответственность, перекладывали, играли в этот административный чиновничий пинг-понг. И вдруг это все разрешилось. Михаил Дегтярев сумел добиться выделения в Москве 300 миллионов первого транша рублей наших русских денег на то, чтобы эти бараки снести и расселить. И сейчас ожидается такая напряженная работа по получению еще двух миллиардов именно на это богоугодное дело. Вот хорошо бы, конечно, там снести что-нибудь, построить замечательное, легкое, воздушное с видом на наш транссиб. И, глядишь, так потихонечку мы дойдем и до этого прекрасного сгоревшего дома напротив мэрии. Вы, наверное, его знаете, он периодически горит. Там какая-то очень тоже сложная запутанная история с собственниками. Это все понятно. Но, согласитесь, не гоже всякий раз, когда в город приезжают высокие гости, закрывать этот сгоревший барак такими веселыми радужными тряпочками. И вообще, как мне кажется, эпоха прикрытия наших проблем такими радужными тряпочками, она прошла или проходит. И вот эта политика Михаила Дегтярева на новую управленческую стратегию демонстрирует и показывает именно это. Я сейчас перехожу к выездному заседанию правительства Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре. Это тоже новая практика, когда правительство в полном составе ездит по районам и по другим муниципальным образованиям, где главы общаются друг с другом, где проводятся определенные игры, определенные тренинги. И это тоже очень хорошо, поскольку вот именно это обозначение проблемы, это вообще одна из основных целей и один из основных пунктов любой управленческой стратегии обозначить проблему. Не скрывать ее, не закрывать ее полотенцем, не отворачиваться от нее. Только так можно двигаться вперед и только так может расти рейтинг, что собственно демонстрирует нам последние две недели. Рейтинг Михаила Дегтярева растет. Мы говорим и говорим откровенно о том, что происходит в Хабаровском крае и о том, что нужно кардинально менять. Мы действительно застряли в каком-то прошлом, позапрошлом веке, перенося, таская бумажки с этажа на этаж и размечая галками наши успехи. А на самом деле ничего не происходит. Сейчас это меняется, сейчас это сдвинулось и это очень хорошо. В Хабаровске проходят юбилейные градековские чтения, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны и 75-летию Токийского трибунала. Безусловно, это надо помнить, безусловно, это надо знать и безусловно, это нельзя забывать. И, конечно, о прекрасном, скорее нет, драматичном Амур вы, наверное, видели. Это видео разлетелось по всей стране. Как-то так, знаете, прорвал оцепление, что называется, прорвал ограждение и прямо в районе утеса вот он как-то так атаковал нашу набережную. И при всей красоте этого видео оно, безусловно, драматично. И что хочется сказать, о чем многие не говорят, когда комментируют это видео. Слава богу, никто не пострадал. Потому что там, вы знаете, ходят мамы и родители с детьми, там велосипедисты, там просто прохожие. Могло быть, на самом деле, не драматично, а трагично. Поэтому пусть вся стихия не вырывается из русла, держите себя в руках и направляйте свою энергию в мирные цели и в мирных интересах. Увидимся. Ну, к ледоходу, как я и говорил, мы еще вернемся в конце выпуска, там еще много деталей. Сейчас реклама, вот о чем поговорим через несколько минут. Самая обсуждаемая тема – послание президента федеральному собранию. Чего в нем больше и кого это касается? Участки открылись. Начались довыборы в Краевую думу по Советскогаванскому округу. Первые итоги знаково для региона голосование. Угроза существует. Эксперты прогнозируют третью волну коронавируса. Ее может спровоцировать отказ от вакцинации. Может вас переселить? Жителям поселка Шумный предложили подумать над переездом. Брошенные деревни в расследовании Виталины Кондрахиной. Прокати меня, Ваня, на электросамокате. Незнакомое слово «каршеринг» теперь в ходу у хабаровчан. Спрос пока превышает предложение. Мы снова в топе. Ледоход на Амуре прославил Хабаровск на всю страну. Кто возместит ущерб от свалившейся славы? Вы на фабрике новостей. Мы собираем вместе информационные детали и смотрим, что из этого получится. Послание президента России федеральному собранию, конечно, самая обсуждаемая тема на этой неделе. Аналитику и оценки мы приводить не будем. Без нас есть специалисты. Пересказывать послание тоже не вижу смысла. Остановлюсь только на тех моментах, которые касаются, ну, в том числе и нашего региона. Кстати, когда смотрел послание, отметил для себя одну деталь. Из дальневосточных регионов президент упомянул только Камчатку и Сахалин. Но перейдем к тезисам. Главный из них – реструктуризация бюджетных долгов. Речь идет о региональных бюджетах, которые на протяжении многих лет вынуждены были брать коммерческие кредиты на погашение дефицита, но в нашем случае краевой казны. Так вот, по словам президента, часть коммерческих кредитов будет реструктуризирована за счет кредитов государственных. По данным регионального министерства финансов, общий госдолг Хабаровского края составляет почти 58 рублей. 58 миллиардов рублей. Большую часть в его структуре – это коммерческие займы. Ну, с начала года эта сумма увеличилась на 3 миллиарда, сейчас составляет 38,5 миллиардов рублей. Согласно заявлению Владимира Путина, до 2029 года Хабаровский край сможет полностью перекредитоваться у бюджетных организаций. Процентная нагрузка по кредитам у них, как правило, значительно ниже, чем в банках. Такая финансовая помощь предназначена регионам, у которых коммерческий долг превышает доход бюджета на 25%. В Хабаровском крае эта разница составляет 33,5%. Вот как это заявление прокомментировал в Рио губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале. Реструктуризация ставшего притчей во языцах уже в веках, можно сказать, государственного долга Хабаровского края. Теперь долг будет бюджетным и до 29-го года. И мы избавимся от коммерческих кредитов. Но это просто подарок от нашего президента всему краю. Это позволит задышать нашей бюджетной системе, высвободить дополнительные ресурсы на развитие. Послание длилось более полутора часов и, наверное, минут 40 из него было посвящено социальной сфере. В частности, речь шла о дополнительных выплатах семьям с детьми. Перечислю их. Детям от 8 до 16 лет, живущих в неполных семьях, назначают выплату в 5650 рублей. Нуждающимся беременным женщинам установят новую выплату по 6350 рублей в месяц. Ну, это в среднем по стране. Больничный по уходу за ребенком до 7 лет должен оплачиваться в размере 100% от заработка. Ну и самая массовая история. Семьи с детьми школьного возраста получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Эти выплаты, кстати, получат и родители будущих первоклассников, тех, которые пойдут в школу в этом году. Деньги перечислят в середине августа. В сентябре в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы. В Хабаровском крае будут выбирать и губернатора. А на этой неделе начались до выбора депутата в Краевую Думу по Советско-Гаванскому одномандатному округу. Вот по опыту скажу, до выбора в региональный парламент никогда не являлись чем-то особенным. Понятно, что основной состав Краевой Думы уже сформирован. И по большому счету, ну не так уж важно, какая партия победит на до выборах. Ведь на расклад сил это не очень повлияет. Но на этот раз все не так. По мнению некоторых экспертов, до выборов в 15 округе станут индикатором для всей политической системы Хабаровского края. Сегодня в пятницу, 23 апреля, голосование началось. Оно продлится три дня. Основной день выборов приходится на 25 апреля, в воскресенье. О ходе голосования поговорим буквально через несколько минут. Пока же еще одна деталь, которая касается избирательного процесса. Накануне мне, не знаю как вам, пришло письмо от портала Госуслуги с предложением принять участие в тестовом дистанционном электронном голосовании. Такая общероссийская тренировка началась 22 апреля. Принять участие в тесте может любой гражданин России в возрасте от 18 лет. Заявление можно подать до 7 мая. Сама тренировка пройдет 12, 13 и 14 мая. Во время нее будут полностью воспроизведены все этапы голосования. От регистрации и авторизации до самого голосования и подведения итогов. Ну вот что по поводу тренировки сказала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Панфилова. Цитирую. «Мы надеемся, что в тестировании примет участие не менее миллиона человек. Это позволит обеспечить реальную нагрузку на систему, оценить надежность, безопасность, стабильность ее использования. Важно, чтобы люди доверяли этой форме голосования как дополнительной возможности участвовать в выборах». Конец цитаты. На этой неделе прошло первое организационное заседание нового состава избирательной комиссии Хабаровского края. Был избран председатель комиссии, его заместитель и секретарь. С новым председателем Денисом Кузьменко давайте и поговорим о довыборах и о тесте дистанционного голосования. Он сейчас находится в Советской гавани. Тем не менее он у нас на связи. Денис Александрович, добрый вечер. Как проходит первый день голосования на 15 округе? «Я хочу сказать, что все избирательные участки открыты. На каждом избирательном участке работа организована с 8 часов утра. До 14 часов избирательные комиссии участковые осуществляли выезд для голосования вне помещения. А с 14 часов до 20 осуществляется голосование в самом помещении для голосования». «Насколько активно избиратели идут на участки? Много людей пришло сегодня?» «Вы знаете, сегодня первый только день трехдневного голосования. Не скажу, что избирателей много приходят на участки. Вы сейчас видите, что пока небольшой перерыв, затишье. Ни одного избирателя нет. Но в целом люди подходят, люди знают, что выборы организованы, что выборы проводятся». «Еще одна тема, которую хотел бы с вами обсудить. На этой неделе начался прием заявок на участие в тестовом дистанционном голосовании. Что это вообще такое? Зачем это нужно?» «На самом деле хороший вопрос. Я сам хотел с вами этот вопрос обсудить. Вы знаете, что сейчас вводится новый инструмент, новая возможность для избирателей проголосовать вне помещения для голосования удаленно через сайт госуслуг. Для этого необходимо подавать заявку и после подачи заявки голосовать в день голосования, в те дни, которые установлены избирательные комиссии, абсолютно удаленно. У нас в этом году, в частности на дополнительных выборах депутатов Краевой Думы такое голосование предусмотрено. И я не уверен, что такое голосование будет организовано на выборах депутатов Госдумы. Но тем не менее, избирательная комиссия, центральная избирательная комиссия проводит сейчас тренировку. Это тренировка всероссийская. И наш Хабаровский край тоже участвует в этой тренировке. Приглашаем всех жителей Хабаровского края, всех избирателей попробовать новый инструмент проголосовать. С 21 апреля по 7 мая осуществляется прием заявлений для голосования дистанционного. Да, спасибо за информацию, удачно вам поработать. У нас на связи из Совгавани был Денис Кузьменко, председатель избирательной комиссии Хабаровского края. Еще одна деталь с берега Татарского пролива. На этой неделе было заявлено о том, что в городе построят новую больницу. Сейчас Советско-Гаваньское ЦРБ располагается аж в 28 зданиях. Они находятся не только в городе, но и в соседних поселках. Причем некоторые были построены около 70 лет назад. Строительная концепция нового здания уже готова. Вот как выяснилось при этом, места под него в Советской гавани попросту нет. Вся земля кем-то уже занята. Ну вот поэтому было принято решение снести административный корпус старой больницы и на его месте построить новое шестиэтажное здание. Сейчас проектировщики работают на местности, ну там уточняют необходимые данные, смотрят документы и прочее. Окончательный проект новой больницы должен быть готов через полгода. Тогда же планируется заключить конституционное соглашение с Внешэкономбанком. Эта структура выделит средства на строительство. По предварительным подсчетам 3 миллиарда рублей. Опять же, по предварительной информации строительство может занять до двух лет. Это «Фабрика новостей». Прервемся на несколько минут. Вот о чем поговорим сразу после рекламы. Угроза существует. Эксперты прогнозируют третью волну коронавируса. Ее может спровоцировать отказ от вакцинации. Может вас переселить? Жителям поселка Шумный предложили подумать над переездом. Брошенной деревней в расследовании Виталины Кондрахиной. Прокати меня, Ваня, на электросамокате. Незнакомое слово «каршеринг» теперь в ходу у хабаровчан. Спрос пока превышает предложение. Мы снова в топе. Ледоход на Амуре прославил Хабаровск на всю страну. Кто возместит ущерб от свалившейся славы? Вы на фабрике новостей. Единый номер для записи на вакцинацию от COVID-19 запустят в Хабаровском крае. Регистратуры поликлиник с задачей не справляются. А прививочная кампания в регионе идет слишком медленно. Об этом было заявлено на этой неделе во время заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. О проблеме отказа от вакцинации специалисты говорят уже не первую неделю. Пока показатели по приросту заболеваемости внушают оптимизм. Но это ложное ощущение, уверены в краевом правительстве. Рост заболеваемости сейчас регистрируют по всему миру, в том числе и в России. Если говорить о нашем регионе, то самые худшие показатели по вакцинации у Ванинского, Советско-Гаванского и Хабаровского районов. От прививки отказываются в основном работники детских садов, торговых сетей, кафе и ресторанов. На этой неделе появилась информация. Минздрав России договорился с сервисом Яндекс.Карты. И теперь любой пользователь может найти адрес, номер телефона и выстроить маршрут до ближайшего пункта вакцинации. Однако, несмотря на все ухищрения и уговоры, массовой вакцинация пока так и не стала. И наш регион не исключение. Но вот почему так происходит? Об этом я поговорил с заместителем председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгением Никонова. Уже вторую неделю подряд говорится о том, что возможно третья волна. Это такая страшилка или она действительно возможна? Это не страшилка. Локдаун вводится во многих европейских странах. И это совершенно ненадуманная история. У меня есть телеграм-канал Здравый смысл 27. Я там регулярно публикую аналитику, которая идет из Москвы, из других субъектов, и из европейских и других стран. Прирост есть. Надо сказать, что сейчас в Якутии наметилась тенденция к росту. Мы все время находимся в состоянии того, что вот то равновесие, которое мы достигли сейчас, оно очень и очень зыбкое. Да, появилось солнце, увеличилось количество интерферонов у человека, но это не спасение. И вы помните, в прошлом году первая волна, она активно шла в Хабаровском крае в июне месяце. 600 тысяч надо провакцинировать, насколько я помню. Ну вот по последним цифрам, поправьте, если ошибаюсь, что порядка 75 тысяч человек прошло уже вакцинацию. Почему люди не идут? Почему отказываются? Вы знаете, мне сложно сказать, что движет людьми. Или они интернета начитались, или еще что-то там насмотрелись. Но могу сказать честно, что те семьи, которые хоть как-то были затронуты коронавирусной инфекцией, они уже давно решение приняли и прошли вакцинацию. Вакцину нужно сделать первую прививку и через 21 день вторую. Но можно сделать и на 24, и на 25 день. Важный момент. Если вы первую прививку сделали в одном пункте вакцинации, то вторую прививку вы можете сделать в любом другом пункте. То есть нет какой-то четкой привязки, что в день Ч надо прийти в то же место и обязательно там сделать угол. Важно сделать первую. Вторую можно сделать через 21, 24, 25 дней. Ну не больше, скажем, 30-35 дней от первой прививки. И ее нужно провести там, где вам это удобно. Еще одна проблема, которая, как я понял, обнаружилась опять же во время заседания штаба по БГРБ с коронавирусом. Есть проблемы с записью на прививку в поликлиниках? И, насколько я помню, вы сами провели такой экспресс-тест. И тогда же было сказано, что необходимо создать некий единый телефон записи на вакцинацию. Вот на каком этапе сейчас находится эта работа? Значит, во всех поликлиниках есть, конечно, свои колл-центры. Мы провели такой обзвон тренировочный. И сейчас его регулярно проводим, каждый день. Правильно уже проинструктированы все люди, которые принимают звонки. Они имеют алгоритмы, как отвечать на поступающие звонки, как записывать пациентов. Но действительно создание единого номера 122 – это задача Минздрава Хабаровского края. И в этом году она будет реализована. Еще на чем я хотел остановиться. У нас очень много вопросов поступает. Я переболел, мне не надо вакцинироваться. Надо вакцинироваться абсолютно точно. Противопоказаний для вакцинации сейчас только два. Это возраст до 18 лет. И второе – это беременность и кормление. Все. Вот давайте мы вас переселим. Подумать над этим жителем поселка Шумный, это в Вяземском районе, предложил на этой неделе в Рио губернатора Михаил Дегтярев. Почему возникла такая идея? К Шумному от Вяземского ведет дорога. Дорога плохая. По ней ездят и взрослые дети, и их каждое утро отвозят в школу в районный центр. С жалобой на качество транспортной артерии местные жители обратились к Михаилу Дегтяреву. Он обещал помочь, а заодно предложил подумать над альтернативным способом решения проблемы. Ну вот давайте посмотрим фрагмент этого разговора. Минтранс, смотрите, сколько денег надо на приведение в нормативное состояние этой дороги, и сколько денег нужно на то, чтобы ее, соответственно, текущий ремонт осуществить в этом году. А сколько вас там живет в Шумном, что я все время о вас слышу? Двести человек. Двести человек. Я философски поставлю тогда вопрос. Нам не лучше вас переселить в Вяземске, если ремонт дороги будет очень дорогой? А? Ну, просто если выйдет сумма, условно, 300 миллионов рублей, а там, так, по-моему, расстояние километров 40, мы, извините, их можем просто дать людям, чтобы они здесь купили жилье. Просто мнение, хотя бы первое приближение. Вы просто спросите на сходе, не хотят ли они переехать в Вяземске, ну или в другой куда-то населенный пункт, где побольше людей, где жизнь более такая активная. Примеры такого в Хабаровском крае есть. Поселки закрывались. Причины разные. Где-то это происходило, ну, что называется, само собой, где-то под воздействием внешних обстоятельств. Бывшие поселения в материале нашего эксперта по всем вопросам. Виталина Кондрахиной. Самая частая и простая история, это когда село ликвидируют, просто потому, что там уже никто не живет. Процедура, тем не менее, официальная, ее исполняет законодательная дума. Для региона упразднить населенный пункт, это примерно как для предприятия избавиться от недвижимости, которая не используется, но деньги на содержание требует. Кандидатов на выбывание с карты Хабаровского края еще в 2013 году было порядка 30. И тогда депутаты упразднили, например, Ушки и Хейджан в Охотском районе. Там никто не был прописан, две метеостанции, одна из них автоматическая и все. Но бывали случаи, когда переселить целый населенный пункт вынуждала какая-то угроза. Самый яркий случай, это поселок Усурийский на острове, его затопило во время наводнения, было опасение, что все повторится. Людей переселили, хотя бюджету это обошлось недешево. Но если про бюджет и деньги, то лучше вспомнить более свежий случай. Есть цифры по поселку Чекунда. В Хабаровском крае это населенный пункт, вообще чемпион по экстренным переселениям. Еще в советские годы весь поселок перевозили на 7 километров из-за наводнения, на участок повыше. Часть людей вернулись, но в 2000-х они в итоге тоже съехали, потому что землю затопили уже осознанно и навсегда под нужды гидроэлектростанции. Из последних угроз населенному пункту – оползень аномальный. Село снова рисковало утонуть. Чекундинцев решили переселять, хотя в конце концов перевезли только кладбище. Военные тогда сделали прораны, угроза миновала, нужды в переселении не было. Тем не менее, 4 семьи, которые захотели переехать, переехали. И тогда власти подсчитали, сколько стоит перевезти такой поселок, как Чекунда. 50 домов, примерно 110-140 жителей. И стало ясно, что не только у бюджета Верхнебуринского района, но и у бюджета всего Хабаровского края денег на переезд людей не хватает. Запросили помощи в Москве, шли переговоры о поддержке с федерального бюджета. Речь шла о сумме примерно 322 миллиона рублей по предварительным подсчетам. В поселке Шумном, о котором сейчас все говорят, людей живет примерно в два раза больше, но и переезжать они будут только если большинство захочет. Решать это будут на официальном сходе. Сейчас поселковая администрация готовится к нему. Но, по словам главы, предварительно настроение жителей оставаться. Хотя даже в школу детей приходится возить по убитой дороге в Вяземский. Но, говорят, природа, чистый воздух, горная речка и все сопутствующие удовольствия. Была бы хорошая дорога. По словам главы, настойчиво переехать сейчас хочет только один житель. Готов хоть куда, только дайте миллион. Но где взять миллион, говорит глава, если в бюджете всего-то их 2 миллиона. В бюджете поселка. Интересно, что по этой же убитой дороге, чуть дальше Шумного, есть еще один поселок Медвежий. Там живет всего 20 человек. И еще лет 10 назад глава Вяземского района приезжал к этим жителям и говорил, давайте мы вам поможем переехать из этой глуши куда-нибудь к цивилизации, например, в Вяземский. Но от лесного предложения тогда все отказались. И еще одна дорога на этой неделе отметилась в лентах новостных агентств. Трасса Комсомольск-Чикдамын. По данным, которые были опубликованы на сайте Общероссийского народного фронта, дорогу в прошлом году отремонтировали с нарушениями. Речь идет об участке Комсомольск-на-Амуре, Березовой, Амгунь, Могды, Чикдамын. Ну, об этой дороге местные жители говорят не меньше, чем жители Шумного о своей трассе. В прошлом году в Рио губернатор Михаил Дегтярев встречался с общественниками, дал поручение выделить деньги на ремонт трассы по бумагам. Все случилось, деньги нашли, и они ушли подрядчику эти деньги. Но вот как выяснили активисты ОНФ, подрядчик потратил бюджетные деньги, но работу сделал плохо. Да так плохо, что теперь пришлось обращаться в прокуратуру. Ну вот комментарий Сергея Брагина. Он один из тех, кто проверял качество ремонта. Получается, что заказчик закрыл глаза и подписал, и принял, какие работы. Сейчас она разрушается, потому что некачественная асфальта. Даже этот нельзя назвать асфальтом, это какая-то субстанция черного цвета, состоящая из битума, камней и еще каких-то примечей. Сейчас реклама. Вот о чем мы расскажем вам в заключительной части выпуска. Прокати меня, Ваня, на электросамокате. Незнакомое слово «каршеринг» теперь в ходу у хабаровчан. Спрос пока превышает предложение. Мы снова в топе. Ледоход на Амуре прославил Хабаровск на всю страну. Кто возместит ущерб от свалившейся славы? Это «Фабрика новостей». Мы движемся к финалу. Новое слово вошло в обиход хабаровчан на этой неделе. «Кик-шеринг» – это прокат электросамокатов. Примерно месяц назад мы уже анонсировали этот проект, и вот он начал действовать. О простом прокате технического устройства мы бы, конечно, и не вспомнили. Но «ки-шеринг» – это принципиально новая для края история. Речь идет не о том, чтобы просто покататься, а о том, чтобы использовать электротранспорт для конкретной поездки из пункта А в пункт Б. Из дома на работу, например. На новую систему на этой неделе уже посмотрела моя коллега Татьяна Репина. Сейчас она у нас на связи. Мы, конечно, очень хотели отправить ее к пункту выдачи самокатов, но сейчас она работает над другим материалом. Поэтому включение из редакции. Таня, привет! Во-первых, скажи, пользуется новая услуга спросом у хабаровчан или они смотрят на это, не знаю, с опаской какой-нибудь? Хабаровчане очень обрадовались этой услуге. На самом деле я лично подходила, спрашивала и даже сама не успела прокатиться. Самокаты настолько быстро разбирают, что просто как горячие пирожки. Смотри, чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать мобильное приложение на телефон. Об этом организаторы говорили сразу. Оно насколько удобное? Сложно в нем разобраться? На самом деле приложение мобильно очень удобное, очень простое. И любой пользователь мобильного телефона, современного смартфона, он разберется. Если возникнут даже трудности, то на каждом самокате есть специальные памятки. Они прикреплены, они там всегда, и поэтому можно прочесть, познакомиться и с легкостью оформить аренду. Вот смотри, когда проект только анонсировали, говорилось о том, что берешь самокат в аренду, доезжаешь до нужной тебе точки, там его оставляешь, а владельцы сами забирают. Ну, то есть условно можно доехать было бы и до дома. Это так и действует или какая-то другая схема сейчас? На самом деле не все так просто. Самокат нельзя ставить в любом месте, где тебе захочется. Есть 50 парковочных мест, в основном они находятся в центре города. Ты также смотришь эти места в мобильном приложении, и просто так оставить самокат нельзя. Авторы проекта уже подумывают о штрафах, если ты вдруг бросишь самокат где-то в неположенном месте, но пока не штрафуют. Да, Тань, спасибо. На связи была моя коллега Татьяна Репина. По поводу новой услуги решил высказаться один из наших обозревателей. Передаю слово автору проекта «Бульварные новости» Егору Козарезу. Знаете, как только появилась новость про шеринг самокатов в нашем богоспасаемом городе, в социальных сетях пошли комментарии, дескать, украдут, сломают, вандалы. Наш культурный код вообще не позволяет русскому человеку давать что-то там в пользование, да, в ответственное. Но я вспомнил другую ситуацию. Вы знаете, я человек старенький, поэтому в моей памяти еще свежи воспоминания относительно карточной системы, которая была в районе там 90-го года. И когда мои родители, а я был маленьким, обсуждали, что за границей, дескать, есть супермаркеты, где все продукты можно брать с полок, и никто вроде бы не ворует, и что в нашей стране такое сделать просто нереально. Но прошли годы, и мы видим, что в принципе супермаркеты и мини-маркеты практически на каждом углу, и вроде бы не воруют. Ну, воруют, конечно, но а где не воруют? За границей точно так же. Я думаю, что если сравнить уровень воровства у нас и в тех же штатах, то, может быть, у них даже больше будет. Поэтому к чему это все? Может быть, у нас даже и до, например, раздельного сбора мусора мы дойдем, если становимся более цивилизованными. Хотя нет, раздельный сбор мусора – это что-то из разряда фантастики, но хотя бы ширинг автомобилей. Причем можно даже учитывать опыт Москвы, где воровали там, значит, из автомобилей. Кто-то руль снял, кто-то кресло, магнитолы, ну это вообще святое дело. Даже воду с умывая, в общем, сливали там дворники. Но со временем это тоже прижилось и стало нормальным явлением. Поэтому и ширинг автомобилей, видимо, в нашем городе не за горами. Все-таки я верю в то, что мы становимся лучше. Только что, вот буквально, на лентах информационных агентств появилась информация. Владимир Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными. Президент России согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными. Трансляция встречи президента с Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой велась на телеканале «Россия-24». Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем. И сегодня я соответствующий указ подпишу, сказал Владимир Путин. На этой неделе обновилась информация о том, как пройдет День Победы у нас в стране. На федеральном уровне принято решение о том, что шествия бессмертного полка не будет. Точнее, оно будет, но только виртуально. Так уже делали в прошлом году, в разгар пандемии. Этот опыт решено использовать снова. Причина – напряженная обстановка по заболеваемости коронавирусом. Прием заявок в виртуальный бессмертный полк началась 21 апреля. Заходите в личный кабинет на сайте полк.рф и заполняйте форму. Сделать это можно до 7 мая. Авторы одобренных заявок получат уведомление, когда именно покажут трансляцию с их ветераном. И все пользователи по окончании онлайн-шествия смогут получить фрагменты той части трансляции, где демонстрировались фотографии их близких. Общероссийское виртуальное шествие будет разделено по регионам с учетом местного времени. Ну а если говорить о парадах на 9 мая, то они пройдут в реальном режиме. Ремонтом поврежденного ограждения займется Краевое министерство культуры, в ведении которого находится набережная. Ледоход на Амуре на этой неделе вызвал охи и ахи и было отчего. Во вторник в сети появились кадры льдин, которые поползли на берег в районе Сикачи-Аляна. Напор вроде бы не сильный, но под воздействием общей массы лед легко сдвигает и даже переворачивает валуны на берегу. А ведь в этом месте находятся древние петроглифы. Археологическая гордость региона. Для наскальных рисунков такое воздействие разрушительное. Этим дело не закончилось, как вы все знаете. В четверг утром пользователи выложили в сеть вот эти кадры. Автор утверждает, что они сняты на трассе Хабаровск-Комсомольск в районе озера Гассия. Ну и действительно, похоже. Но, внимание, никто из представителей власти эту информацию не подтвердил. Более того, сегодня я встречался с коллегами, которые вот вчера вечером, то есть уже после того, как появились эти кадры, приехали на машине из Комсомольска. По их словам, никакого льда на дороге нет. Ну, думаю, вы сами понимаете, что вот такую массу полностью расчистить за там несколько часов просто невозможно. Так что, скорее всего, это фейк. Ну и апогеем ледяной недели стали глыбы на Хабаровской набережной. Затем, как лед ломает набережную, под утесом наблюдали десятки хабаровчан. Ограждение, которое отделяет пешеходную зону от воды, глыбы льда, ну, снесли буквально как карточный домик. О! О-о-о! Поломало! Поломало ограждение! Офигеть! Все остановилось. Вот это номер! Вот это номер! Ну, в итоге повреждено 4 пролета, ограды и верхние бетонные опоры на протяжении 12 метров. Напомню, что еще на прошлой неделе река у города полностью очистилась от льда. Эти глыбы пришли со стороны населенных пунктов, расположенных выше по течению. Там вскрытие реки началось 22 апреля. Гидрологи признают, что такой мощи не наблюдали на Амуре последние лет 40. В этот же день, в четверг, краевая прокуратура распространила сообщение, что начала проверку в связи с происшествием. Главный вопрос, а власти были в курсе, что такое возможно? Гидрологи их предупреждали или нет? А если предупреждали, то почему набережную не закрыли? Ведь действительно опасное дело. Кроме того, уже сегодня стало известно, что восстановлением разрушенных пролетов займутся краевые власти. Починить набережную должны до майских праздников. Кстати, 1 мая в Хабаровске официально открывается парковый сезон. У меня на этом все. Это была итоговая программа «Фабрика новостей». Пусть в вашей жизни будет больше деталей. И, конечно, всем удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова